Жара это вообще ужас. Ну как, вот сейчас слышу, голову жмет, не знаю, то ли давление, ну я и гипертоник, и у меня эти, мигрени. То вот начинает голова болеть, не знаю от чего, только надо давление мерить. А какая погода ближе? Ой, погода, которая была лет 30 назад. Вот это было настоящее белорусское лето, а не вот это Африка непонятная. Давление приезжает, ну вот там болит голова, это значит, вот это и так получается от того, что погода меняется, особенно когда гроза надвигается, а в жару ненормально. У кого голова болит, у кого давление повышается, во-первых, это от возраста зависит. Молодые, они молодые, у них не должно ничего болеть, они молодые, у них молодость, а вообще она отражается больше на взрослых людях. Лето – самая долгожданная, по-настоящему горячая, незабываемая пора года, пора отпусков и отдыха на природе. Однако яркие солнечные лучи могут оказать как положительное, так и негативное воздействие. Врачи отмечают, при правильном подходе с помощью ультрафиолета можно укрепить здоровье. И наоборот, долгожданное солнце своим приходом может доставить массу неприятных последствий, в числе которых сердечно-сосудистые заболевания и другие. А потому напомнить еще раз об основных правилах выживания никогда не будет лишним. Поменьше трудитесь. Помните о режиме труда. 30-40 минут поработали, 15-20 минут отдохните. Всю серьезную физическую активность следует по возможности отложить. Нельзя полоть грядки, сильно согнувшись и опустив голову. Такая поза нарушает отток крови от головы. Может возникнуть резкий подъем артериального давления, вплоть до потери сознания и инсульта. Бойтесь холодной воды. Это касается и городских водоемов, и обычного душа. При резком перепаде температур, расширенные кровеносные сосуды сужаются. Фактически происходит их спазм. А это может вызвать приступ синокардии и даже инфаркт. Не находитесь на солнце дольше 15-20 минут подряд. Если почувствовали одышку или учащенное сердцебиение, необходимо сразу спрятаться в тень или охлаждаемое помещение. Пересмотрите рацион своего питания. Откажитесь от тяжелой пищи. Побольше кушайте водосодержащих овощей и фруктов. Список рекомендаций достаточно объемный. Вышеназванные советы основные. Сегодня среди неблагоприятных последствий влияния ультрафиолетовых лучей следует отметить онкологические заболевания кожи. Лето – время открытых тел, однако в погоне за красивым загаром не стоит забывать о том, что солнечные лучи способны повлиять на развитие меланомы. В структуре онкозаболеваемости меланома составляет 1,6% что касаемо мужского населения по Брестской области и 2,7% что касаемо женщин. Женщины болеют в два раза чаще. Это связано с гормональным фоном. Есть так называемые симптомы активации пигментных неосов. То есть, когда родинка начинает трансформироваться в меланому. Это быстрый, непонятно ни с того ни с сего, резко ускорившийся рост родинки, как ширь, так и вверх. Изменение цвета поверхности родинки до полного осветления или почернения. Появление зуда, появление воспаления, появление кровоточивости, появление ощущения присутствия. Если вот такие симптомы появляются, или хотя бы один из них, то стоит бить тревогу и обращаться сразу в поликлинику. С уверенностью можно сказать, на Брещене уже установились благоприятные метеорологические условия. Аномальная жара июня отступила. К слову, в отдельные дни первого летнего месяца были зафиксированы новые абсолютные максимумы температур. На станциях Высокая и Брест, это крайний запад, были установлены новые рекорды абсолютных максимум температур и для июня месяца. Что касается июля, первые две декады июля, у нас оказались холоднее обычного на 1-2 градуса. Во вторую половину текущей недели характер погоды несколько изменится. Ожидается достаточно теплая погода днем до 25-29 градусов. И пройдут кратковременные дожди, местами прогремят грозы. Учёными доказано, что жаркие погодные условия сказываются на самочувствии человека. Однако соблюдение необходимых правил поможет уберечься от негативных последствий летнего зноя.